Фильм «Золото Маккена» имел по крайней мере две особенности, отличавшие его от прочих вестернов. Во-первых, это сказка, а для классических вестернов это не характерно. Вестерн всегда крепко стоит на земле и далек от мистики. Впрочем, что это фантастическая история, становится ясно только к концу, когда отряд дожидается восхода солнца у сокрытого от обычных глаз входа в таинственный золотой каньон. До этого момента зритель ничего не подозревает ни о каких фантастических поворотах. Во-вторых, золото Маккенны бросил вызов традиционной целомудренности вестерну. Простите, между вами и этой индейской женщиной что-то есть? Нет. Это было уже давно. После того, как я получил работу маршала, мне нужно было забрать ее брата. Потом он повесился. Не злей ее, она немного не в себе. Маккеннесс играл любимец публики Грегори Пек. Сейчас покажу новый способ быстрой стирки одежды. В него безумно влюбленная женщина по имени Хешки. Она из племени Апачи. В 1969 году, когда мир увидел золото Маккенны, эта сцена перешагнула через все допустимые границы. От нее перехватывало дыхание. Сейчас на такое купание на экране никто бы не обратил внимания. Вот эпизод из фильма Блюлбери, снятого в 2004 году. Это вестерн новой волны, где реальность оставлена далеко позади. Здесь все сказочно и все откровенно. Сцена купания бесспорно навеяна золотом Маккенны. Да и хищная птица, ее клюв, ее глаза отсылают тоже к золоту Маккенны. Правда там был стервятник, а здесь благородный орел. Но не буквально же копировать произведение прошлых лет. В Блюлбери режиссер позволил многое с того, что не вписывается в жанр вестерна, в том числе и в беззастенчивость подводных съемок. Это опять золото Маккенны. И тот самый стервятник, который всюду летал и взирал на всех с высоты, как на муравьев. Благодаря взмывшему в небо стервятнику, появились знаменитые и ставшие хрестоматийными кадры, снятые в долине монументов. Эту долину с давних времен облюбовали многие режиссеры вестернов. Но никто не показал ее так. Никто до золота Маккенны не взглянул на нее с высоты птичьего полета. После этого в вестернах все чаще и чаще стали появляться подобные пролеты над горами, лесами и равнинами. В конце концов они стали нормой. Это снова долина монументов. Фильм «Дележанс» режиссер Джон Форб.